Девушки отдыхают Здравствуйте Я верю в то, что случайности не бывают случайными И то, что я здесь появился, это тоже не случайность Очевидно, я должен был здесь появиться именно в это время И это как-то изменит и мою жизнь, и еще одного человека к лучшему Это мои подруги Людмила и Маша Виталий, 41 год Его жена строила семейные отношения по советам своей любимой бабушки Которая диктовала им свои правила и обещала при этом долго жить Устал это терпеть, и они развелись Виталий психотерапевт и офтальмолог в частном центре Увлекается астрономией и смотрит в телескоп на звезды Ходит на рыбалку и хорошо готовит шашлык Гордится тем, что помогает людям обрести равновесие и гармонию Мечтает написать романы своей жизни Виталию не нравятся курящие девушки Женится на ухоженной шатенке из хорошей семьи Которая не будет ограничивать его свободу И уедет за ним на край света Психотерапевт Офтальмолог То есть хорошо видите Во всем разбираетесь Так это мы к вам должны прийти на прием за советом Чего так? Периодически приходится приходить и нам Мы же все люди И я человек, и у меня есть человеческие слабости Тогда давайте разбираться Итак, милая, добрая бабушка Которая желала вам добра от всего сердца Вдруг стала причиной вашего расставания Ну, не одна она Или бабушка была такая прямо Бабушка была довольно сильным характером Она была мастер спорта по лыжам По лыжам, да, по биатлону О, тогда далеко не убежишь Даже с хорошим зрением Бабушка Бэтмен Бабушка, можно сказать, давила И бабушке было 51 год Нет, она была постарше Но авторитет ее был непререкаем Безусловно А почему? Что заставило вас, молодых людей Жить под крылом у этой бабушки, молодой? Ну, пожалуй, это было Было больше желание моей бывшей жены Потому что она не хотела бабушку оставлять И основным мотивом было то, что Она не хочет ее лишать помощи И опять же на завтрак Вы были студентами Пирожок и горшочек масла Всегда? Было все То есть готовить мы допускались к этому редко В общем То есть все бы хорошо Только вот чтобы бабушка была невидимой С шапкой-невидимкой Вот как бы она завтрак накрыла Постельку за вами убрала Полы помыла И потом раз бы и растворилась Правда? На самом деле нет Я уже тогда любил делиться опытом Со старшим поколением И, в общем-то, может быть А вы делились Опытом Да, вы понимали меня на слове Это вы бабушке вставляли куда надо мозги Нет, ни в коем случае Тогда я больше воспринимал Конечно Хорошо Какие со стороны бабушки были в основном к вам зацепки, замечания и придирки? В принципе придирок не было Но мы подчинялись, в принципе, определенному распорядку, скажем так То есть распорядок был жесткий Биатлонщица Ну, конечно, в 6 утра зарядка Ну, с бабушкой было не с руки в этом возрасте Тем более я был такой культурный совершенно мальчик Не смеющий противоречить старшему поколению У меня был внутренний протест Но он особо ничем не заканчивался Моя мама, я ей все время говорю Мамочка, расслабься Живи своей собственной жизнью, дорогая У тебя все для этого есть Ну, хватит, ну, невозможно Когда ребенку делаешь Или подростку Больше одного замечания в неделе Он не воспринимает Не сутулься, ногти не грызи Сядь нормально Что у тебя надо? Почему разулась? Быстро оденься Ешь, не давися Ну, это какой-то ужас Руки помыло, не помыло Человек, у него затирается уже взгляд Бабушки, а на то и бабушки Бабушки всегда стремятся, чтобы их внукам было хорошо Безусловно, их можно понять Но дело в том, что не у всех одинаковые методы Некоторые давят авторитетом Вот расскажите, било? Не припомню Рука у бабушки была тяжелая Ну, сказать, так, Виталий, не сутулься Фиг, гак, какой-нибудь линейки там по спине Нет, такого не было А не залетала к вам утром там в комнату, в спальню со словами А ну-ка, руки поверх одеяла Настолько плохо все не было Но эпизоды такие случались, как вы говорите Прессинг, конечно, был тяжелый у парня Чего не скажешь А те, что они терпели и не думали даже о нее как-то вот отгородиться Они заботились о ней Это очень важно Комната у нас не закрывалась Не закрывалась? Нет А бабушка так, нет, ой, сон плохой детки увидел Можно я с вами только полежу? Страшно мне И так, кто к одному прижал, кто к другому? Нет, так далеко все не заходило Но смотрели мы Было похоже Было определенный распорядок Я, как сейчас помню, очень много серий Санта-Барбары Мы их смотрели каждый вечер Это был ритуал Вот, поэтому я даже полюбил некоторых героев А вы были обязаны смотреть? Дело в том, что телевизор стоял в нашей комнате Вот что дело А-а-а, а перенести телевизор на кухню? А бабушке не будет так интересно смотреть в одиночестве Ой, какой ад Ужас, ужас ужасный Кошмары И потом эти протертые морковные котлетки Потому что это полезно Бабушке, а вам хочется мяса, нет? Ну, было и такое Мяса тогда, я помню, несколько было меньше в моем рационе Да, это правда Ну, хорошо, допустим, жена в институте Вы пришли так с бутылкой водки И сказали Садись-ка ты, бабуль И поговорить с ней, сказать Бабуль, разрушаешь наши отношения Все хорошо, уважаем Ну, вот сериалы смотри одна Морковную котлетку Вставь себе В ротик В свой Вижу ее в одиночестве Ну, поговорить Ну, поговорить, родной Поговорить, да Ну, говорить тогда мы могли только между собой А с бабушкой я так близок Близости такую не ощущал Ой, ну, понятно Вот эта зависимость еще территориальная Безусловно А потом она, небось, и пензию тоже на вас подтрачивала Ну, наверное, да Наверное, немножко было На сколько хватило, Виталь? На два года Конечно, она забеременеть не могла за эти два года Потому что вроде только начинает беременеть А тут бабуля с шваброй Сейчас я уже, как бы, ретроспективно это прекрасно все понимаю Но я стал мудрее Да, у него никто размножается-то Я стал мудрее Раньше, конечно, я по молодости этого не понимал А там дверь не закрывается Она только начинает беременеть А там дверь, конечно, не закрывается Хорошо, ну, хотя бы раз взбрыкнули за эти два года? Да, я взбрыкнул несколько раз Но возвращался, я любил ее Я возвращался, бродил иногда под окнами Она даже сейчас еще до сих пор не знает об этом Так было Но я не вижу в этом никакой трагедии Но ведь вы созрели для того, чтобы ультиматум жене поставить? Да, последний раз, когда я поставил ее ультиматум Собственно, это стало причиной разрыва Ну, она согласилась, вроде бы как Но потом все-таки дала задний ход Она должна понять, что, в общем-то, молодые должны жить отдельно Правда? Своим умом Безусловно Ясно, Виталий, но у вас и второй роман был, да? Ну Где вы лоханулись, мягко говоря Ну, если с этой позиции судить, да Может быть, конечно, да Три года женщине морочили голову Три года она хотела за вас замуж, умирала Ну, я пытался не морочить ей голову Я никогда ей не врал И не обещали ничего Да, это правда Она ждала, любила и ждала Это правда, это так было, да Ходила на прием, говорю, не вижу я эту букву, не вижу Он говорит, третий ряд Она говорит, ну не вижу Три года А потом, когда вам приспичило уехать на ПМЖ Да Вы сказали, поехали со мной Она говорит, ага, сейчас Да, нет, она пошла на принцип Ну, она любила меня, я знаю, но пошла на принцип Значит, какие выводы делаем из жизни? Первое, жить своим умом Второе, хороша ложка к обеду, правильно? Безусловно Потому что можно передержать Это правда Хорошо, теперь давайте по существу Собираетесь уезжать? Собираюсь В Германию? А вы же там были, что вернулись? Был, ну, загадочная душа Вы знаете, самая загадочная душа Это у людей, которые проживают здесь Ага, а знаете, я вашу загадку Когда у вас там не сложилось С вашей офтальмологией Вы, значит, решили, надо денежки по-другому подзаработать Почему? Вот к нам опять вернулись на родину Потому что у нас учебы бесплатно Образование получать Вы сейчас получили образование И теперь опять вот к этим товарищам деньги зарабатывать Еще и жену с собой Ну, на самом деле, зарабатывание денег я не ставлю на первое место Как это не на первое место? А сухой сосисечкой вы будете в Германии питаться? Ни в коем случае Ну, я вот и так сижу тут У меня уже аж зубы сводят Сдерживаю себя Чтобы как бы езжить не прикусить Я тоже сдерживаю Гол, как сокол, вот, собственно говоря Что вот даем-то? Ну... Во-первых, бесплатный доктор в семье Это очень много значит В наше время вы знаете Она раз к подружке Говорит, я пошла в библиотеку Он говорит, я высоко сижу Далеко гляжу Офтальмолог-то А если никогда глаза болеть не будут? У нее? Да Зато ей захочется о чем-нибудь поговорить У всех периодически болит душа, поэтому... Ну, хорошо, Виталий Ваш выбор Раз уезжаете, значит, вы так решили Образование здесь еще одно получили Поэтому мозги увозим Бог с вами, что мы вам не судим 41 год, большой мальчик уже Я все-таки придерживаюсь России и прожить... Давай мы его переубедим Давай мы не пойдем в Германию Будем хорошо жить в Москве А какую хотелось бы женщину? Ну, пожалуй, с той, с которой мы будем понимать друг друга как минимум очень хорошо Возраст, чтобы понимала, она должна быть приблизительно одного с вами возраста Если она будет одного с вами возраста, значит, у нее есть прошлое в виде детей, например Возможно Заберете? Вполне А своих не хотите? Почему нет? А если она одного возраста с вами, вам 41? 35 я тоже считаю своим возрастом Хорошо Почему для вас принципиально, чтобы она была и с хорошей семьей? Ну, жизненный опыт, пожалуй Жизненный опыт мне подсказывает, что семейные устои, то, как человек провел детство Это очень важно для будущего Для того, как человек строит собственную судьбу Поэтому это важно Ну, то есть у нее какие-то должны быть принципы, навыки? Безусловно, ну, принципы... А хорошая семья уверена, что она ее отпустит на чужую сторонку? С хорошей семьей мы поговорим и договоримся На то она и хорошая семья Хорошо А вот по поводу, раз хорошая семья, значит, принципы еще и ценности Семейные ценности Безусловно Вы же семью хотите, детей хотите Это ты намекаешь на то, вывезет ли он эти ценности семейные Нет, я намекаю на то, что он будет в своей семье пропагандировать, культивировать На каком языке, какой страны Российский или традиция за рубежом Или зарубежные Дети-то уже там родятся, как я поняла Я сторонник того, чтобы культура оставалась русской Я не знаю культуры лучше Тогда на кой едете туда? Жизнь тяжелая У вас там нет недвижимости У вас нет счета в банке Если вы говорите, что культура у нас... Я с вами абсолютно согласна Тогда там что? Зачем едете? Зачем? Я не знаю, останусь ли я там навсегда Семья ваша где? Семья здесь Ну хорошо, значит она должна быть легкой на подъем Немножко авантюристка, чтобы получится, получится, не получится Да, и немножко Ну, все равно другая страна, другая культура, другой менталитет Языковой барьер, работа Это не так просто, как бы нам не 16 лет, чтобы мы так сломя голову Ну не знаю Согласна, что женщина, наверное, должна быть легка на подъем Может быть даже без корней, в конце концов, есть же у нас цыганин Но самое главное, все-таки уж надо добра наживать как-то Скорее всего, может быть, ваших профессий Где-то похожее У меня несколько профессий, я наживу добро Это не проблема Ну, 41 не нажили и даже, как говорится, не жили, как Лариса Рима говорит, богато и не надо начинать Поэтому, который не смутит ваш материальный достаток А вы знаете, кстати, можете себе позволить в 41 год жениться по любви Вот я вот, может быть, даже как раз вот Абсолютно Абсолютно Закрою глаза на все эти А я по-другому и не позволю себе жениться Виталий, вы находитесь в привилегированном положении Вы мужчина, 41 год, прекрасный возраст Мужчин, который не пьет, с образованием, без дурных привычек Огромный дефицит И поверьте мне, у вас прекрасная профессия И женщины на это клюнуты, еще будут за вас бороться Ну и вы уж, в свою очередь, пожалуйста, обещайте им то, что сможете выполнить Безусловно Потому что нет ничего ужаснее, когда тебе обещают и обманывают Вот и все Поэтому постарайтесь сегодня быть максимально открытым Женщины мы постараемся тоже вывести на откровенность Вы уже в том возрасте, в прекрасном находитесь Когда 2-3 позиции в женщине нравятся И культивируйте это И обращайте внимание только на это И намного закрывайте глаза Мы уже все взрослые, сложившиеся, сформированные люди Поэтому давайте не будем цепляться к мелочам Жить по принципу Мы все достойны счастья И мы все должны жить счастливы Я уверен в этом, абсолютно Не убедиться Знаете, все созревают по-разному И поспевают все в разное время Поэтому я думаю, что вы в состоянии Стать хорошим мужем и осчастливить женщину Спасибо Василиса Звезды Вы как психотерапевт наверняка знаете Что помогает вам как личности проживать эту жизнь Что помогает вам ощущать поток событий Адаптироваться к нему и чувствовать себя комфортно Это, конечно, стабильность Постоянство Причем постоянство в деталях Вы человек, который нуждается в стабильности Причем в стабильности в мелочах А глобальные при этом какие-то моменты могут меняться Например, действительно переезд за рубеж вас не смутит Но при этом хорошо было бы, чтобы бытовая реальность не очень отличалась Я имею в виду повседневная, та, с которой вы сталкиваете Вам так будет по-настоящему комфортно В гороскопе у вас конфликтуют между собой близнецы и дева Тянут в разные стороны Что такое конфликт между близнецами и девой? Вы, с одной стороны, теоретик Который мечтает воплотить свои теории в жизнь Но ему это сделать сложно И этот внутренний конфликт между теорией и практикой Всегда будет стоять очень остро Точно так же этот конфликт между близнецами и девой Это и легкомыслие, которое человеку присуще И одновременно серьезность и вдумчивость в каких-то вопросах Девушка-дева может себе позволить какую-то маленькую расточительность На какие-нибудь маленькие свои секреты Дева-мужчина нет вообще Он же глава семьи Мы ему это не позволим Вам нужна женщина, в которой оба этих начала будут гармонично присутствовать И легкомыслие, и серьезность Она должна быть очень хваткой с точки зрения владения материальной реальностью Не значит меркантильной и не значит считаться и требовать от мужчины денег Как раз наоборот Это должна быть дама, которая сумеет устроиться в любой ситуации Сварит суп из топора, такой советской закалки, если нужно Сумеет обойтись теми средствами, какие есть И мужа подтолкнуть в правильном направлении Она должна быть не агрессивной хваткой, конечно Но такой вот очень опытной Поэтому я считаю, что вам нужно женщину искать точно старше 30 лет Уверена в этом Так что после рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения Оцените вместе с нами Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Виталий Встречайте первую невесту Удачи! Спасибо Здравствуй, меня зовут Валерия Ты любишь смотреть на звезды? Я могу стать твоей звездочкой Симпатичная девушка Да, довольно-таки славная девушка Здравствуйте Здравствуйте, Валерия, с кем вы? Я с моими друзьями, с Екатериной и Ильей Давайте на вас посмотрим Валерия Валерия, 31 год По образованию учитель химии Сейчас владелица интернет-магазина Более 10 лет занимается латиноамериканскими танцами И выступает на фестивале Изучает английский, португальский и испанский языки Мечтает поплавать с дельфинами На годовщину свадьбы муж Валерии решил откровенно поговорить с ней О том, что ему нужна другая женщина Не стало его останавливать, и вскоре он женился Надеется, что Виталий надежный мужчина Валерия, дорогая, вы красавица Спасибо Из какой вы семьи осталось узнать? Семья у меня хорошая Правда, когда мне было 9 лет, родители развелись Отец у меня умер 10 лет назад Но мама жила у меня с другим мужчиной Тоже очень долго, и он тоже умер И в итоге она себя называет черной доволь Хорошая семья А вообще, ну послушайте, ну, жизнь непредсказуемая Всякое может случиться С семьей, видишь, проблемы какие Вот это ему не понравится, скорее всего Но всякая бывает в жизни, с другой стороны, это не ее вина Если один муж за другим умирают, да, действительно, женщине есть над чем задуматься Но не над тем, что она как-то энергетически на них влияет А скорее, что она выбирает мужчин, склонных к риску больше или к определенному образу жизни Вот там у нас есть одна монтажница Ее зовут Алка Катафалка У нее, клянусь, у нее было 5 мужей, все умирали И все прямо, как, знаешь, как кролики Но это к нашему невесте-то не относится? Нет, конечно, о чем вы говорите? Это я к тому, что вот Алка Катафалка действительно черная А у вас приличная семья Никто ни в чем не виноват И мой бывший муж еще не умер Слава Богу Еще не умер Смотрите, у вас мужчина, которого вы любили И с которым вы были долго в отношениях Да, это, да, это есть муж Мы с ним познакомились в школе танцев А сколько встречались с ним? Через две недели он сказал, что давай жить вместе Нет, жить-то вместе они все предлагают через две недели А сколько вы с ним прожили вместе, прежде чем вы ему сделали предложение? Вы, заметьте Два года Ну мы с ним очень быстро, уже через месяц начали все Сняли квартиру и начали Да жить-то это, господи, много ума не надо Вот дойти до ЗАГСа не у всех получается Два года, в общем, достаточно, чтобы определиться Но с другой стороны, лучше бы, жили бы и жили дальше Конечно, тогда бы дом не пришлось делить почему-то Который достался вам по наследству, а он потребовал половину Ну, было немножко не так Мне по наследству досталась земля Было достаточно денег И была построена дача Был построен дом Вот, и он прекрасно понимает, что он этих денег не заработал Но при этом это все было сделано в браке И вот у нас закон, что... Ну а как закон? А кто предложил расстаться? И какая была, в общем-то, причина? Озвучена в суде или где? Ну, причина в суде, как обычно, не подошли характерами Ну, вам надоело тащить семью? Ну, в принципе, да Он такой оригинал Он ведь вам предложил расстаться прямо как раз на годовщину вашей свадьбе Да, было такое А сам-то он быстренько нашел другую И быстренько на ней женился Но при этом он говорит А как я начну свою новую жизнь, новую семью? Мне же деньги нужны, давай-ка Оценили дом в 2 миллиона И говорит, половину мне отдавай Ну, да, в этом... Отдали? Нет, мы договорились на другую сумму Потому что в суде так бывает, что не могут человеку присудить огромную сумму Это очень большая сумма Короче говоря, он не поступил, благородно расставаясь с вами Вот чему научила вас жизнь семейная? Вот смотрите, какие уроки вынес Виталий, а какие вы? Я поняла, что мне нужен мужчина, который бы был авторитетом для меня Но при этом он авторитет теряет, если он вот... А вот Виталий на авторитет выглядит? Ну, взрослый, вот возраст как бы такой То есть возраст дает авторитет Послушайте, я сколько дураков знаю 60-летних, о чем вы? Ну да, вы правы Ох, ему мало не покажется, если в такие руки попадет Если она его полюбит, то у них будет все нормально Если не очень, так скажем Или просто будет симпатия, то... Мне кажется, под такую пяту попадет Мама дорогая Виталий хочет уехать на постоянное место жительства в Германию Ваше чутье подсказывает как? Ну, дело в том, что я не могу сейчас сказать да, либо нет Нет, вы легко собираете чемоданы Конечно У вас нет детей, вам 31 год Хотите же, наверное, детей Конечно Виталию 41 год, у него тоже нет детей То есть у вас есть то, чем вы можете прямо в ближайшее время заняться Это в планах у вас должно стоять под номером 1 Но у меня стоит Да? Да В Германии это делать неплохо Вы будете там защищены Ну и в других странах тоже Что-то Роза молчит и так нервно из-под очков смотрит На него не смотрит совсем Это нервы Виталий, куда вы ее повезете? Вот вы выходите из самолета или поезда Какой это будет город? Это будет очень крупный город Один из крупных городов Германии, где я найду работу Можно назвать? В Мюнхен В Мюнхен То есть вы уже туда У вас есть договоренность с клиникой какой-то или где-то, где вас ждут? Нет, еще конкретного ничего нет Тогда скажите мне, пожалуйста, куда вы зовете Валерию? Я на вас не нападаю Но в 41 год уже нужно определиться Ну, хотя бы элементарные вещи Где у вас подушка, матрас и чайник? Куда вы приведете? А квартира-то есть в Москве-то здесь? Безусловно Съемная Съемная? Да А вообще что есть-то? Вот это она и есть А где родители живут? А родители живут в Смоленской области Ей не нужен голый мужчина 41 года То есть конкретного он не предлагает Место квартиры, жилья То есть это все условно Вот, то есть в никуда пока В никуда Ну, вы выйдете? Что? Ну, перспективы Ну, я вижу перспективы, да Да? Да И я вижу перспективу Посмотреть сюрприз, который вы приготовите Спасибо ПОПЧ Талант, я военную девушку. Учительница химии-то, а? Кого? Хорошо. Песня непокоривая. Сильный голос. Молодец. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Молодец. Забирайте свою подружку и проходите в свою комнату. Спасибо. Все, садись. И что, как ты себя чувствуешь? Ну, хорошо. Нормально, ничего страшного. Хорошо продержалась. Так, в общем-то, уверенно. Вам понравилась Валерия? Да. Валерия очень умная, красивая, самостоятельная девушка. Твердо стоит на ногах. И я думаю, что она смогла бы дать Виталию возможность тоже встать крепко на ноги в другой стране. Что-то я уже, как бы, ну, не хотелось бы мне кому-то снова еще помогать вставать на ноги. Если он придет сюда, ты выйдешь за ним? Не знаю. Виталий, а вам как невеста? Она умная, она знает, чего она хочет. Она самостоятельная, у нее есть достаточно четкие приоритеты. Это в ней все присутствует. У нее все есть для того, чтобы создать хорошую семью. Но ей нужен довольно сильный мужчина, который... А вы сильный? Я нечто среднее. Я бы сказал так. Спасибо. Я не люблю давить. Спасибо. Похоже, он не самый сильный мужчина. Судя по его настрою. А Роза, как тебе? Я отброшу чувство патриотизма. Включусь чисто с кометорской точки зрения. Значит, ну, какие у нас, как бы, дивиденды, с той и с другой стороны. У Валерии, извините, 31 очередь тут не выстроилась, собственно говоря. Но есть материальный достаток. У вас есть профессионализм, материального достатка нет. Поэтому прям договариваемся изначально, брачный контракт составляем. С ее стороны она там явно устроится, что и учительница, и много чего интернет есть. Поэтому я не вижу здесь никаких причин, почему бы вам не соединиться. У вас есть, что ей предложить? Может быть, есть только одна причина, если звезды против. Поэтому, Василиса, что там? Мне очень понравилась наша первая героиня. Я считаю, что она имела достаточно мужества в себе, чтобы тащить любимого человека. И много-много лет ничего не говорить об этом. Но сейчас у нее нет права на ошибку, потому что возраст. И я не могу, я не вижу здесь особенной астрологической совместимости. Я буду откровенна. Человеческая совместимость налицо. Но если вы мечтаете обрести в ее лице помощницу в Германии, пока вы не сможете этого сделать, ей нужно рожать. И вы должны понимать, что вы на себя ответственность должны взять. Не за себя одного, и не просто она будет вместе с вами строить светлое будущее, а ей пора иметь детей. Ближайшего она родит в 32 года. Соответственно, вы один за троих. Если готовы, тогда решайтесь. Я готов к этому. Я не вижу к этому препятствий. Скорее, это было бы препятствием в России. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. Спасибо. Продолжение следует... 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 Как я завидую женщинам-рукодельницам. Вот вы никогда не будете сидеть просто так и рассмотреть сериал. А это органайзер. Дневник, что ли? На самом деле это первый шаг к его мечтам. А вообще вот у меня... Пустые можно дарить? Да, вот можно. Но он не совсем пустой, я тебе хочу сказать. Я не слышала никаких примет, которые не позволяли бы дарить пустой, например, органайзер. Тем более, что к Новому году, по-моему, только такие корпоративные подарки дойдут. А я знаете, что рекомендую, дорогая моя? Знаете, застолбить надо, подожди. Ну-ка давай-ка что-нибудь, пожелание с какой-нибудь, поли, территорию. А то раз и передали кому-нибудь. А ты ручку-то поделись. Держи ручку, держи. Прямо, знаешь, вот как я подписываю, дорогому Виталику. Нет, ветка сирени упала на грудь, милый Виталик, меня не забудь. И контакты. Только счет не пишет свой. И когда ему будет грустно, он откроет и посмеется. Вот такой надпись. Дорогая моя, я желаю вам, правда, счастья. Я не вижу ничего плохого. Потом мне нравится, Виталий сияет, как самовар просто. Хороший знак. Спасибо, дорогие мои. Проходите в свою окон. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, Мария и Людмила, слушаю вас. Очень приятная невеста. Очень нежная. Очень кропкая. Красивая. Красивая. Красивая, талантливая. Ой, смотри, хвалит, хвалит, хвалит тебя. Мария. Ну, мне очень понравилась вот синхронность той скорости жизни, которой Таня живет. И она больше, конечно, соответствует нашему Виталю, что Валерия все-таки, наверное, более быстрая, скажем так. А мне еще понравилась разница в возрасте. Нет, я в нее влюбился. Ты знаешь, очень хороший. Все. Выйду ли я, сейчас зайдет сюда вопрос. Выйдешь ли ты. Во-первых, она неприцезательна. Во-вторых, она умеет любить. И в-третьих, у нее адовое терпение. Что просто во главе угла стоит в той ситуации, которую предлагает Таня? Ну, еще можно сказать, что есть женщины, которые могут жить в своем маленьком мире, а есть, в котором этого недостаточно. Вот та недостаточная. Да, спасибо. Как вам? И для миграции это важно. Ну, как психотерапевт с точки зрения этой, я бы сказал, что недореализованное у нее очень большое чувство такое. В общем, она саморазрушительный механизм. Как и все мы, по сути, в какой-то мере мы разрушаем себя изначально. Ну, хорошо. А что у вас? Вы там скривились вдруг. Как же это? Вы видите свое будущее с такой, как Таня? Да, включил. Вы правы, абсолютно включил. Сейчас выключу. Нет, она очень хорошая. Действительно хороший человек. Очень, очень жертвенный человек. Вам это нравится? Вам это подходит? Ну, как сказать? Относительно. Что значит относительно? Он с ума сошел, что ли? Не понимаю вообще. Вот он мне как сразу не понравился, Таня, он мне до сих пор не нравится. Виталий, а потом, знаете, я вам честно хочу сказать, вы тоже на большого любите, или я вам хочу сказать? Безусловно. Да. У вас прошлого никакого. Это настораживает. Денег нет. Детей нет. Тоже настораживает. Да, денег нет. И везете. Вы, в общем-то, непонятно во что она должна ввязаться. Авантюризм. А он же, ну ты, Таня, нет. Думаешь, нет? Нет, я думаю, нет. Василиса, как там? Она астрологически неплохо вам подходит по внешнему типажу, и по тому, как она умеет общаться в социуме. Мы практически не видели этого здесь, потому что все-таки студия – это искусственная немножко ситуация. Когда ты на виду, когда ты должен отвечать на вопросы, которые задают, ты в вынужденных обстоятельствах. Но, поверьте мне, она в обществе способна общаться с окружающими ровно так, как вам бы хотелось, как вы проецируете вот свои внутренние ожидания на женщин. Поэтому, мне кажется, что ее знак весов тут очень кстати. Сильнейшее ядро и скорпиона, и рака еще есть. Заботливая такая, по-матерински заботливая. Действительно ухаживающая за мужчиной. Действительно любящая и чувствующая. Вот, все. Ведущие все верно говорят, Тань, в отличие от гостей в студии. И я предлагаю Виталию встретиться с третьей невестой, проходить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец, молодец. Знает он немецкий. Ниточку провела. Здравствуйте, Наташенька. С кем вы? Это моя мама Людмила и моя подруга Татьяна. Давайте вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья. 29 лет. По образованию психолог. Работает менеджером по работе с иностранными клиентами в австрийской консалтинговой компании. Говорит на английском, немецком и украинском языках. Имеет заслуги по рукопашному бою и дзюдо. Читает приключенческие романы и мечтает открыть свой ресторан. Когда поклонники предлагали Наталье выйти за них замуж, она всегда вовремя останавливалась и отказывала их. Надеется, что на предложение Виталия она согласится. Смотрите, как мама молодой выглядит. Хотите узнать, как будет выглядеть через 75 лет ваша жена? Посмотрите на тёщу. А ей сколько? 29? Ей 31 год. Нет, 29, по-моему. Вы относитесь к разряду тех счастливых женщин, которым голову не морочат, а делают предложение. Вам поступало предложение дважды, но вы так замуж не вышли до 29 лет. Почему? Вы знаете, я любила человека. У меня было 19, ему 17. Но мы были очень молоды, наверное, и делали в отношениях много ошибок. В плане того, что мы не понимали друг друга. Какие-то вот детские капризы. Человек был очень эгоистичен и относился ко мне как к какой-то вещи, наверное. Любил больше себя. Ну ладно, беспредельница. Я вещь, я не человек. Какая вещь? Что он вас гнал на панель? Использовал вас в каких-то своих корыстных целях? Ну а какая вещь в 17 лет? Я имею в виду, не уважал, наверное. Он больше себя любил. В 17-19 лет. Ну ладно, где-то ещё. О чём тут можно говорить? И сколько там это продлилось? Ну, 5 лет. Ну, с первым по молодости рассталась, но у вас были и вторые отношения. Так же длительные? Да. Мы с тобой уже жили вместе. В 17 лет нет. У меня нет такого понятия, как нынче гражданский брак. Правильно. Молодец. Правильно. Я этого не понимаю. Ваша позиция. Люди встречаются, узнают друг друга. Если подходит, тогда и брак. Если нет, они расстаются. По-моему, так. И у вас такое было романтичное знакомство. Как это бывает на свадьбе у сестры? Да. Он был свидетелем, я свидетельницей. Ой, сколько мы знаем таких историй. Все пьяны. Обычно тут всё и закрутилось. А свадьба пела и плясала, называется. Наверил я. Но сначала отношения перешли в глубокие и были достаточно длительные. Да. Сначала было всё хорошо, но дело в том, что человек никуда не стремился, не развивался. А куда хотелось бы, чтобы он развивался? Он даже не учился. Ну, то есть в работе, в профессии себя как-то реализовать. А по профессии кто? Он автомеханик. Очень хорошая профессия. Ну, по сути, может быть, он был классным специалистом? У него нет такой профессии. Он работал как автомеханик. То есть он не получил даже образование никакого вообще. Как там нужно было в институт автомеханики посмотреть? В институт автомеханики. В университете автомеханики. Ваш молодой человек ждал какого-то мешка всё время с денег, что вдруг он упадёт с него. При этом палец о палец. Да, вы правильно всё говорите. Если бы он работал, то есть его устраивала работа таксистом. То есть на большее он не хотел. Ему то ли было лень, то ли... Он ещё и рюмочку не пропускал. Да. Ой, дорогая моя. Я вот каждый раз всё время обещала, я больше не буду. Я пойду на другую работу. А пьяный таксист, представляете, какие перспективы, да? Да. Вы тоже без буйного прошлого, детей нет. Давайте ближе к делу. И маменька рядом. Виталий, 41 год. Не староват? Мам. Я думаю, что нет. Люта. Я считаю, что нет. Я считаю, что... С лёгким сердцем отпустите. В Мюрих. Отпущу, если любовь действительно возникнет. Для того, чтобы, если у вас всё сложится, дать Виталию согласие, выйти замуж или нет, вы по-любому должны будете съездить в Германию, какое-то время пожить и присмотреться. По-другому нельзя. Не будете же вы жить в гостинице. В этом случае поступите своими принципами. Или вам достаточно здесь оформить свой брак? Или там? Чтобы уехать туда, надо оформить... Брак здесь, да? Здесь, да. Поэтому вопрос... В неизведанное поедете? В неизведанное поеду, будучи замужем, конечно. Кстати, смотри, вот если, допустим, сегодня у вас всё сложится. Вот предложено тебе. Поехали. Чемоданы соберёшь, мать, бросишь нас. Для меня важно действительно полюбить человека. Но я не могу иначе. И тогда я буду всегда рядом. На Западе врачи причисляются к элите. Это элитная профессия, и она довольно денежная. Очень хорошо. Пока он не элита. А вы готовы ждать? Вот материальный достаток будущего супруга не смущен? Я думаю, будем вместе наживать. Если люди смотрят в одном направлении, я думаю, это очень важно. Я считаю, что женщина должна работать. Обязательно. И женщина должна приносить, ну, не столько же, сколько может... Она будет неинтересна, если она дома сидит. Сама себе и будет неинтересна. И себе, и мужу. Спасибо. Покажите сюрприз. Когда была маленькая, бабушка часто нас баловала вареником. Это украинское национальное блюдо, считается. Она говорила, что они с клубникой. Попробуйте угадать, с чем это лакомство. Рискнете? Обязательно рискну. Я люблю рискнуть. А любите поесть, Виталий? Есть какие-нибудь предпочтения? Безусловно, их даже достаточно много. Вот теперь рассказывайте. Какая начинка? Я уловил мяту? Да. Мишу фруктовую. Какая-то ягода? Это не клубника, это ревень. Ревень. Да. Прекрасно. Я никогда в жизни не ловил ревень. А вы предпочитаете какую-то? Пожалуйста. И как для вас важно... Украинское, да? А для вас важно, чтобы жена была рукастая? Важно? Ну, я не ставлю этого главу угла. Но если это будет... Правда? А вы хотите ресторан открыть в какой-то? В Украине? Это будет Никс, наверное. Украинское в том числе обязательно. Да. Я вам желаю успеха. Спасибо. В этом. Туда, куда вы едете, вполне возможно. Поэтому, если у вас все сложится, посмотри, как не отрывается. Вкусно. Возвращайтесь. Спасибо, дорогая. Спасибо. Проходите в эти комнаты. Саживайтесь. Мам, проходите. Ой, я мучилась. Давайте послушаем, что про нас сажали. Мария и Людмила. Я считаю, что невеста Виталия очень подходит по уровню образования, интеллекта, сфере деятельности. Возраст. Просто невероятно. Ну, возраст немножко. Приятная мама. Да. Желание иметь семью и родить детей. А как вам, Мария? Знаете, мне немножко странно, когда в таком возрасте хотят выйти замуж, заранее еще никого не полюбя. Вот именно это желание выйти замуж само по себе. Но немножко напрягает. Сначала должно, как ни странно, возникнуть желание. Их смущает возраст. Нет, желание выйти замуж. Вот смущает возраст. А вам, Людмила, понравилось? Да. По-моему, прелестное. По-моему, то, что нужно для Виталия, да? А вам, как Виталий, вы внешне очень похожи. И это является хорошим законом. Смотрите, какой сюрприз она вам приготовила. Украинская кухня – это что-то с чем-то. Это неописуемо, безусловно. Да, оно мне очень понравилось, действительно. По-моему, его блюдо очень понравилось. Сюрприз. Сюрприз, а я говорю блюдо. Ну, Виталию сейчас нужен всегда интересный собеседник. Поэтому, я думаю, для тебя нет. Конечно, она образованная девушка. Он найдет, да. А потом, знаете, когда, я вам отвечу, Мария, когда 41 год, любовь – это прекрасно. Ну, пусть это будет понятие хотя бы на втором месте. Нет, я не настаю. Я наоборот. Я считаю, что брак должен быть по расчету, именно по совместимости людей. Ну, так тогда… Ну, если говорить относительно расчета, нет, я понимаю, почему Виталий хочет молодую, образованную, небедную невесту. Только я не понимаю, зачем Наташеньке возрастной мужчина, который даже денег… Ну, и что? Ну, какое-то время нужно самому себе дать шанс для хода обратно, на мой взгляд. Почему я должна с ним жить сначала, что ли? Именно так ты сказала. Но могу сказать, что в случае с Натальей, вот это принципиальное правило «не жить с мужчиной до брака» очень хорошо. Она человек очень непростой по характеру, непокладистый, достаточно конфликта, умеющий оставить свою точку зрения, умеющий гнуть свою линию. И боюсь, что при гражданском браке мужчина это быстро раскусывает и не будет торопиться с ней в ЗАГС. А когда уже будут женаты, все-таки ему проще будет как-то терпеть характер жены. Но вместе с тем должна отметить, что в ней есть та самая практическая жилка, которая вам нужна. В ней много знака девы, которые есть и в вас. Ну, много, потому что несколько планет там расположены. В ней есть такой очень крепкий телец. Все вместе это дает, в общем, желание сначала что-то обрести под ногами в виде почвы, какие-то гарантии со стороны мужчины, почувствовать себя уверенно в отношениях, а потом уже отдать свою любовь и свои чувства по-настоящему. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Мария и Людмила, кого вы будете советовать своему другу? Я однозначно выбираю Наталью. Я бы посоветовала тоже Наталью, потому что все-таки Виталию нужна такая мудрая женская рука. Если он зайдет, выйдешь, а? Я не знаю. Понравился он? Я должна подумать. Ну, он внешне вообще тебе понравился? Внешне, да. Виталий, как ваши впечатления? У меня прекрасные впечатления о всех трех девушках сложились. Безусловно, каждая из них достойна того, чтобы быть счастливой. Как, в принципе, и все люди, конечно. Но тех, кого я видел, они особенно достойны. Но выборы я уже сделал. Мне кажется, очень важно в браке должно быть комфортнее, уютнее, чем вне брака. И что это будет связывать? Любовь, я не знаю, какие-то материальные ценности, дети. Не важно, но в семью должно идти хотеться. И когда вам уже столько лет, сколько вам есть, сил, конечно же, меньше. Уже многое должно быть готовым. Уже на многое не хочется тратить время для того, чтобы обучать, для того, чтобы водить за ручку, для того, чтобы адаптировать. Нужна готовая женщина. И очень трудно найти ту, с которой будете больше времени проводить в приятностях. Согласен. И вот одна из наших невест, мне кажется, Наталья, которая в этом смысле подходит вам абсолютно. И молодая, и с хорошей семьей, и в обиду вас не даст, потому что она занимается спортом. Как даст кому-нибудь? Да, я отметил. По башке. Вот. Ну, вам тоже нужно применять какие-то, Виталий, усилия. То, что вы себя образовываете, это вы в свою голову это делаете. Это вы делаете для себя. Поверьте мне, женщины любят, чтобы на нас тратились. Неважно, материально это или как-то. Да, я знаю это. Обязательно вы должны принимать какое-то участие. Вы должны быть заинтересованы в женщине. Потому что даже самая терпеливая, самая мудрая устанет вас тащить даже не в материальном, а в моральном. Поэтому откройтесь замечательно и перестаньте говорить, что для вас кто-то важнее, я буду там пропадать, я буду там гореть. Тогда не женитесь. Но если вы выбираете женщину, подайтесь навстречу ей. Хорошо? Спасибо большое за совет. Конечно, молодец. Лариса, правильное слово. Нет людей без него. Слава Кузя. Крепости долголетия семьи держатся на уважении к мужчине, к мужу, который находится рядом. Вы знаете, уважать вас тяжело, порой не за что. Вот я сейчас сидела и думала, вот за что бы я бы уважала Виталия. Ну, помимо того, что вы хороший профессионал, это, конечно, больные вас должны любить и уважать. А с точки зрения мужчины, хозяина сложно. Ну, моя бабушка говорила, когда я вот про уважение ее спрашивала, она говорит, если нет, что уважать, найди в нее в то, что сам он даже про себя не знает. Начни в нем это культивировать, глядишь, поверить, вот и повод для уважения. Вот кому из трех девчонок хватит вот такой прозорливости и терпения? Танечке. Вот уж она-то точно вас найдет, что уважать. И будет это культивировать. Поэтому я за Татьяну. Таня, если все-таки наш герой Романа зайдет к нам, ты выйдешь со ним? Я выйду со ним. Василиса звезды подсказывает. Вот на мой взгляд, по сумме факторов, все-таки Татьяна, тот человек, который вам подошел бы лучше. Она может создать комфорт и уют, который вам нужен. В ней может не быть практической хватки, какого-то расчета жизненного, но есть опыт, который на ее стороне однозначно. На мой взгляд, Валерия и Наталья подойдут чуть меньше, им нужны другие мужчины. В частности, например, Наталье нужен настоящий боец, с которым она тоже боролась бы. Вы человек не агрессивный и по своему жизненному кредовый не агрессор, поэтому Наталье не подойдете. У Валерии совсем другая история, поэтому я за Татьяну однозначно. Ну, я думаю, вы сделали свой выбор, мы вас в любом случае поддержим, поэтому проходите. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Кирилл, 23 года, номер 2874. Работает в банке в департаменте персонального обслуживания, играет на скрипке, гитаре и барабанной установке. Ищет стильную девушку, которая умеет себя подать и стремится построить успешную карьеру. Яна, 23 года, номер 2875. Артистка балета, педагог-хореограф. С 7 лет занимается балетом, организовала детский хореографический коллектив. Ищет мужественного, добропорядочного мужчину, который хочет создать крепкую и дружную семью. Мы не знаем, выйдет Виталий один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Проходите. Очень приятно, Виталий, что меня выбрали. Ну, выбор мой, Павлов, он был осознан вполне, и я другого выбора просто не видел. Пойдемте, пообщаемся. У нас есть пара, Виталий и Наталья. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-менингероя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Не все мои предыдущие мужья обещали, что я сдохну под забором без них. Почему-то. Я хочу видеть девушку, которая будет вдохновлять меня. Представь, что ты в сказке, представь, что ты принцесса. Идем с тобой за руку, идем с тобой вместе. Когда вы приходите домой, дома ни карташины, ни макаронины. Ребенок орет, жена вся растрепана, ему потому что нет шампуня. Я не поступаю, я не поступаю, мне нужна, мне нужна, мне нужна. Субтитры сделал DimaTorzok